Другим темам. Умное оборудование. Сегодня на острове Посадный в полную мощь заработала новая насосная станция. Как обещают власти, теперь не должно быть проблем с отоплением в домах Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов. Станет ли теплее на левобережье, выяснял Денис Денисов. Внутри зала из людей только проверяющие чиновники и журналисты. Все процессы полностью автоматизированы. Давление и мощность сами регулируются в зависимости от времени суток и от того, сколько человек сейчас пользуется сантехникой. Такая вот умная подкачивающая насосная станция обошлась городу почти в 250 миллионов рублей. Применено более современное оборудование. И, как я уже сказал, здесь внедрена автоматическая система управления. То есть это более экономичное оборудование. Станция запитана от ЭЦ-2. И, как обещают чиновники, теперь в левобережных домах станет теплее, напор будет лучше. А о том, что такое перепады температуры, все и вовсе забудут. В постоянном резерве находится 8 насосов, чтобы работало все без непредвиденных ситуаций. По прогнозам специалистов, такая система сэкономит до 15% трат на электроэнергию. По аналитике той, которой мы получим улучшение, где-то в 125 зданиях жилых, 14 школ, несколько детских садов и ряд других объектов социально-культурного назначения. Насколько оправданы такие затраты, покажет текущий отопительный сезон. Как обещают чиновники, жалоб на остывшие батареи и чуть теплую воду вместо горячей уже этой зимой станет меньше. Скоро обещают запустить еще одну насосную станцию, которая будет запитана от ТЭЦ-3, а также проложить теплосети к новым строящимся районам, в том числе и туда, где будет 4-й мост через Енисей. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24.